Здарова, с вами Давидович и сегодня специальный выпуск, потому что сегодня будем разговаривать про один древний SSD, которому 10 лет примерно и он на MLC чипах памяти и он необычный. Это SSD Vertex 2 объемом 120 гигабайт в форм-факторе 3,5 дюйма. 3,5 как обычный жесткий диск. Кто-то из подписчиков, не помню кто, на стриме подсказал мне, что на Яндекс объявлениях продается вот такой вот интересный SSD форм-фактор 3,5 дюйма. К сожалению не помню, я не помню кто мне это сказал, но огромное спасибо. Я тут же связался с продавцом, заказал, оплатил, в общем все. И очень долго он ко мне ехал, потому что продавец как-то тяжко-тяжко все это делал, отправлял, трек-номер давал. В общем, когда он мне дал трек-номер, этот SSD уже на почте у меня лежал и вот после всех этих действий у меня сложилось впечатление, что Яндекс объявление это такая себе штука, потому что ты там просто переводишь деньги кому-то и ждешь. Вот. Не как авито доставка, где ты оплатил и если тебе что-то пришло не то, ты отказался и пошли нафиг. Тебе деньги вернутся. Здесь такого нет. В общем, я его заказал. Этот SSD примечательна тем, что это один из первых более-менее известных SSD того времени. Это 2011 год. Он на MLC чипах памяти, контроллер Sandforce и очень интересно узнать, на что же он сейчас способен. Но сразу же могу сказать, что чего-то сверхъестественного с вами мы не увидим, по той простой причине, что это SATA 2 SSD, а это значит порог теоретически 300 мегабайт в секунду. Ну а заявлено по данному SSD 285 на чтение и 275 мегабайт в секунду на запись. Все будем проверять и обязательно вскроем данное SSD и посмотрим, что же находится там внутри. Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. SSD накопитель Vertex 2 объем 120 гигабайт поставляется вот в таком вот просто огромном корпусе. Это три с половиной дюйма размер, просто размер обычного стандартного жесткого диска. И так, на лицевой стороне оси Z Vertex 2 больше ничего здесь нет. SSD не новый ко мне попал, вот такой уже покоцанный, но гарантийная пломба на месте, накопитель еще не вскрывался. На обратной стороне у нас оси Z объем модель, код нашего SSD снизу, у нас тоже есть порт номер. Все это с защитой, с переливанием значков оси Z сделано и серийный номер, конечно же тоже. Итак, в принципе, да, смотрим, ну SSD и SSD, да, большого размера, но что же скрывается внутри этого SSD, я думаю, интересно не только мне, а интересно всем. Поэтому сейчас давайте мы с вами удалим вот эту гарантийную наклеечку и посмотрим аккуратненько. Смотрите, она даже целая осталась. Так, уберем пока в сторонку. Все, наклеечку сняли, можем SSD разбирать и у нас 4 винта. Все, готово, саморезы выкручены и давайте-ка мы сейчас все это попробуем снять. Та-дам! Вот это SSD! Вот это я понимаю! Офигеть! 12D4 у нас 16 чипов памяти, вот это я понимаю уровень. Итак, контроллер у нас SandForce SF1222TA3SBH, чипы памяти Intel, вот это я понимаю. Так, никакого DRAM кэша я здесь не вижу, но, но нам интересно, что находится с той стороны, поэтому мы продолжаем разбирать. Готово! Давайте посмотрим, что же у нас находится с обратной стороны и еще 16 чипов памяти. 32 чипа памяти у нас здесь, получается каждый чип по 4 гигабайта. Вот такой вот интереснейший SSD, мы с вами разобрали. Что ж, давайте перейдем к тестам. SSD накопители оси Z Vertex 2 объем 120 гигабайт установлен. Давайте перейдем в управление дисками. Посмотрим на наш SSD, делал ли что-то продавец. Нет, ничего не сделал. Давайте мы с вами удалим том, почему нет. Создадим новый форматирование и посмотрим сколько это времени у нас займет. Ну, а также сразу же запустим CrystalDiskInfo. Надо было после форматирования, раньше-то нам ни к чему это делать. Форматирование у нас завершилось. Теперь запускаем CrystalDiskInfo. Кстати, чистый объем 101,79 гигабайт. Тут вопросов нет. Смотрим, вот он наш оси Z, 1500 включений, 28000 часов время работы. Прочитано 12 терабайт, записано 45 терабайт. Воу, вот это да. Ну и все остальное, в принципе, мы тут с вами видели. Smart есть, Trim есть, все отлично. Кстати, Smart параметров здесь обычное, стандартное количество. Продолжаем. Температура 30 градусов. Сейчас мы запустим CPUID Hardware Monitor для контроля за температурой нашего SSD и посмотрим, все ли здесь у нас есть, датчик есть и как наш SSD накопитель нагревается. Кстати, на SSD накопителе сейчас горит, сквозь пластиковую кожуха, зеленый индикатор. Далее запускаем CrystalDiskMark и в 5 прогонов по 1 гигабайту на абсолютно пустом SSD накопителе запускаем тест. И не стоит забывать, что это SATA 2 SSD. Но пока идут тесты, единственное, куда мы можем перейти, на сайт Nix, где есть информация по данному SSD. Официального сайта OSC-Z уже нет и найти информацию про это SSD уже не предоставляется возможности. Скорость чтения 285, скорость записи 275 и есть такой параметр, как установившаяся скорость передачи данных 250 МБ в секунду. Что ж, все проверим. Контроллер SendForce SF1122, память MLC, тип интерфейса non-flash памяти, раньше это писали, а синхронные данные из неофициальных источников. Тесты у нас завершены и если было заявлено 285 чтения, 275 запись, то мы с вами видим совсем другие цифры. Да, скорость чтения пониже, но вот скорость записи ниже прямо в 3 раза, чем заявлено. Что ж, интересный результат, 21 МБ в секунду 4К чтения, но это все потому, что это SATA 2. Давайте посмотрим, что нам покажет AS SSD Benchmark. И тут получили всего 386 баллов. Продолжаем тестировать наш SSD и теперь посмотрим, что будет в AtoDisk Benchmark. По итогу получили хороший ровненький график и самое интересное, вот здесь скорость записи у нас корректная. 268 МБ в секунду получили в максимуме на чтение и 246 на запись. Интересно, почему так. Давайте запустим AtoDisk Video System, посмотрим, что будет у нас по скоростям здесь. Даже здесь, смотрите, скорость записи без проблем показывается. Ну а теперь давайте-ка мы на всякий случай сделаем тест утилиты CrystalDisk Mark еще раз. Вдруг что-то поменялось во время тестов. А здесь почему-то на запись даже получили еще меньше. Видимо у нас как-то это влияет по производительности. Ладно, сейчас делаем паузу 15 минут. Конечно же выполним команду Trim на нашем SSD накопителе через оптимизацию и продолжим тесты, продолжим заполнять наш SSD и узнаем скорость реальной записи. Ну а теперь будем копировать папочку Render, объем 100 ГБ накопителя Samsung 970 TV+. И давайте посмотрим, что же будет у нас по скорости. Так, кэш оперативной памяти. И вот она, вот она реальная скорость записи. Воу-воу-воу, идет вниз 60, так 90. Похоже, что средняя скорость у нас будет как раз где-то 90 МБ в секунду. Очень нестабильная сейчас показывает себя скорости. Поднимается 59, 49. Ну что ж, посмотрим, что же будет у нас к концу записи. Папки объем 100 ГБ и тогда у нас накопитель будет забит практически полностью. Скорость немножко выросла до 80 МБ в секунду. Посмотрим, что будет в конце. Запись папки у нас подходит к концу. Скорость у нас колеблется в районе 80-90 МБ в секунду. Иногда опускается до 75. Но средняя скорость у нас примерно 85 МБ в секунду получается. И что ж, тут у нас пока все, к сожалению, как на тестах. Заявленных 275 или там 250 здесь, к сожалению, нет на реальной скорости записи. Ждем завершения записи данной папки, после чего удаляем. Хотя, зачем нам удалять? Давайте мы сделаем паузу 15 минут. Конечно же, выполним команду trim. И еще раз пройдемся кристалл диск марк и посмотрим, что же у нас будет дальше. И на заполненном SSD результаты у нас прежние. Что ж, снова делаем паузу и продолжаем тесты. А теперь запускаем AIDA64. Тест диска. Будем делать тест линейной записи на нашем накопителе. Ось Z-Vertex 2, объем 120 ГБ. Запускаем, ждем результат. Тест завершился. Вот такой вот интересный результат мы получили. И все-таки я ждал чего-то большего. Так, давайте мы с вами определим контроллер. Проверим утилиты от Вадима Очкина. И посмотрим, что же у нас определится. И определится ли вообще. Да, количество банок памяти определилось вот здесь верно. Так, смотрим, что касается у нас контроллера. А вот контроллер у нас здесь. Который должен быть SF1222. Здесь у нас, к сожалению, не определился. Что ж, давайте подводить итоги. Тесты подошли к концу. Результаты мы с вами увидели. И да уж, SSD действительно очень интересен. Ну и в первую очередь, конечно же, за счет начинки. Потому что вот такая вот здоровенная плата внутри. 32 чипа памяти по 4 гигабайта каждый. Контроллер. DRAM кэша нет. Ну и скорости. Скорости. К сожалению, при реальной скорости записи, накопитель показывает себя не очень хорошо. И показывает среднюю скорость примерно 80 мегабайт в секунду. И самое интересное, что только Atodisk Benchmark показал, что да, этот SSD может в районе 250 мегабайт в секунду на запись. Хотя все остальные утилиты сказали, что нет. Ну, кстати, еще Adjo Video System сказали, что да. Да-да-да, быстро может быть. Накопитель очень многое повидал за свою жизнь, как вы могли увидеть. Он очень многое повидал за записи. Это там практически 50 терабайт на запись. И все равно до сих пор работает. И уверен, проработает еще столько же, а может даже и больше за счет своих МЛС. Настоящих МЛС чипов памяти от Intel. Что касается ресурса, к сожалению, данных в сети нет. Сколько же ресурс данного SSD? Но будем надеяться, что это у нас примерно 10 тысяч циклов перезаписи. Если это 120 гигабайт, то да, то есть половину он еще точно, половину там 50 терабайт, а может даже больше, он точно еще переживет. SSD интересен, конечно, исполнением и тем, что в него запихали столько чипов. Во всем остальном, да, все-таки это сейчас уже старичок. И мало кому он вообще будет интересен в плане покупки. Но, так как я его купил и мне он в принципе не нужен, я его готов продать. Купил его за 1700 плюс 300 доставка. Я его готов продать, поэтому если есть под этим видео ссылка на Авито, если ссылка активна, если вообще вы переходите и объявление там есть, то значит он еще продается и вы можете смело его купить. Ну, а на этом у меня все. Обязательно ставим лайк, если вам понравился обзор на вот такой вот древний SSD. Подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт prossd.ru. И до новых встреч, до новых обзоров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok